Шансов выжить не было. Смертельная авария произошла сегодня утром в Лаишевском районе. Возле поселка Тарлаши на автодороге Песчаной-Ковали-Орловка автомобиль Черри Тига по предварительной версии выехал на встречную полосу и столкнулся с Камазом лоб в лоб. Водитель Каушки скончался мгновенно. С места трагедии репортаж Айрата Назипова. После столкновения автомобиль Черри вмиг превратился в груду бесформенного металла. Машина буквально впрысовалась в грузовик, и чтобы ее оттащить, спасателям потребовался трос. По предварительной версии автомобиль Черри Тига, двигаясь по своей полосе, неожиданно для всех вывернул навстречу, где я столкнулся с Камазом. Шансов выжить при таком лобовом ударе у мужчины не было. Известно, что водителю внедорожника было 58 лет. Почему он оказался на встречной полосе, пока никто не знает. По одной из версий, мужчине могло стать плохо. Водитель Камаза рассказал, что кроссовер двигался в своем ряду и выехал ему в лоб за секунды до столкновения. Избежать трагедии в таких условиях, признается, уже никак не мог. Резко пошел прям. Оттуда сразу же вот так пошел. Даже не успели мы? Не-не-не, я уже сюда выгорачивал, господи. Видишь, у меня куда-то закрыли. Ну там примерно какая скорость, по 80, насколько там? Около того. Около 8 месяцев было. У меня километров. Я вообще тихонечко накатом ехал. После столкновения у легковушки был пробит топливный бак. И спустя четыре мгновения началось возгорание. Огонь потушили еще до приезда пожарных. Впрочем, без помощи спасателей все же не обошлось. Сотрудникам МЧС пришлось приложить немало усилий, чтобы достать тело погибшего мужчины из искореженного автомобиля. Разрезав автомобиль, спасатели обнаружили в салоне видеорегистратор и передали его полицейским. Возможно, запись с камеры поможет пролить свет на причины произошедшего. Айрат Назип, Фадель Мулахметов. Вызов 112.